Глава 27. Дыхательное упражнение Сатори. Как мы уже говорили выше, подавленные и вытесненные эмоции негативно сказываются на душевном и физическом здоровье человека. Отпустить эти эмоции – первый шаг процесса прощения. Можно быстро и эффективно отпустить эмоции при помощи процесса под названием «дыхание Сатори». Сатори – японское слово, означающее «постижение», «осознание». Дыхательное упражнение Сатори осуществляется так. Лежа на полу, человек осознанно дышит по кругу. Иными словами, нужно дышать без пауз между вдохом и выдохом, сохраняя полное осознание. Упражнение выполняется под громкие звуки специально подобранной музыки. Человек дышит от 40 до 60 минут через рот. Иногда он делает глубокие долгие вдохи, наполняя воздухом живот. А иногда дышит быстро и поверхностно, только верхней частью грудной клетки. Такое дыхание позволяет очень сильно насытить организм кислородом. И в результате тело высвобождает вытесненные эмоции, которые накапливались внутри клеток в виде застоя энергии. С высвобождением энергетического застоя человек нередко осознает соответствующие чувства. Иногда эти чувства проявляются как чистые эмоции. Например, грусть, гнев, отчаяние, вне связи с сопутствующими им воспоминаниями. Или же в начале человек может отчетливо вспомнить события, идеи, ассоциации или представления, которые стали причиной возникновения и подавления тех или иных эмоций. Это воспоминание может всплыть также в символической или метафорической форме. Могут вообще не прийти никакие сознательные воспоминания. Переживания значительно различаются у разных людей и у одного человека во время разных сеансов, и предсказать что-либо невозможно. Когда эмоции выходят на поверхность, человек их выдыхает, что позволяет не только в полной мере прочувствовать, но и отпустить их. Люди нередко задерживают дыхание, чтобы совладать со своими эмоциями, а интенсивное дыхание помогает прочувствовать и высвободить их. В некоторых случаях люди высвобождают свои эмоции во время дыхательного сеанса вербально или кинестетически. Но независимо от того, каким именно образом высвобождаются эмоции, результатом этого процесса почти неизменно бывает глубочайшее умиротворение. Эта простая техника оказывает значительное и устойчивое целительное воздействие. Я не колеблясь, рекомендую данное упражнение всем, кто всерьез хочет освободиться от эмоционального хлама. Дыхательное упражнение Сатори приносит такие глубокие результаты именно потому, что весь процесс происходит внутри самого человека, без какого бы то ни было вмешательства, манипуляции или руководства со стороны ассистента. На самом деле, ассистент нужен лишь для того, чтобы обеспечить безопасность дышащего и помочь ему пройти через свои чувства, ведь иногда они могут оказаться пугающими, а не подавлять их снова. Поэтому я не рекомендовал бы выполнять это упражнение в одиночку. Другое название осознанного дыхания – ребёфинг, поскольку исследователи обнаружили, что подобные дыхательные упражнения позволяют нам вернуться к воспоминаниям и эмоциям, связанным с периодом внутриутробного развития, рождения и первых моментов после рождения. Дыхание представляет собой первый серьезный травматический опыт в нашей жизни. Именно с этим опытом у нас ассоциируются первые представления о борьбе, одиночестве, безопасности и приятии. Иногда эти представления превращаются в убеждения, которые буквально управляют нашей жизнью. Когда человек вновь переживает свое рождение и отпускает сформировавшиеся тогда убеждения, его жизнь изменяется кардинальным образом. Еще одно важное свойство дыхания Сатори состоит в том, что оно интегрирует новые энергетические системы в наши энергетические поля и таким образом реструктурирует тонкое тело человека. Это означает, что когда вы изменяете свое восприятие, избавляетесь от старой эмоциональной структуры или у вас происходит озарение, данное дыхательное упражнение помогает занести эти изменения в базу данных вашего тела. Проводя аналогию с компьютером, можно сказать, что дыхание Сатори служит для переноса данных из оперативной памяти на жесткий диск. Это объясняет, почему дыхание Сатори является такой важной составляющей процесса радикального прощения. Оно не только способствует эмоциональному освобождению в начале процесса, но также помогает интегрировать в тонкое тело те перемены, которые происходят с изменением наших систем убеждений. Этот процесс интеграции включает закрепление соответствующих перемен в наших телах, чтобы мы в будущем не соскальзывали к старому мировосприятию. Я бы посоветовал вам провести 10-20 сеансов дыхания Сатори под наблюдением ассистента за период времени до одного года. После этого можете выполнять упражнения самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok